Большой праздник, один из двенадцати самых больших праздников Успения Богородицы. И сегодня немного мы поговорим о этом празднике и некоторые еще интересные вещи я хочу вам рассказать. После Вознесения Господа Пресвятая Богородица оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова и в его отсутствие жила в доме его родителя близ Елеонской горы. Для апостолов Пресвятая Богородица была утешением, назиданием, она общалась с учениками Христа. И поскольку они очень любили Спасителя, то, конечно же, любили и Богородицу. Они постоянно общались. И Богородица, может быть, не так явно, как апостолы. Апостолы говорили, несли Слово Божие. А Пресвятая Богородица не так активно проповедовала, как они, но своей жизнью и своим нахождением в Иерусалиме она тоже проповедовала Христа. Вот такой интересный момент. Сейчас вам скажу, что после принятия Святаго Духа в день Пятидесятницы Богородица и некоторые из апостолов пребывали в Иерусалиме около десяти лет. Проповедовали среди иудеев. И многие люди даже приходили из дальних стран в Иерусалим для того, чтобы своими глазами увидеть Пресвятую Богородицу. Также она приходила к месту гроба Господня, где молилась о своем сыне и к нему обращалась в молитвах. И вот во время гонений, которые были при Ироде в 43 году, после Рождества Христова, Пресвятая Богородица вместе с апостолом Иоанном Богословом удалилась в Эфес и также была на Кипре у святого Лазара Четверодневного, который после своего воскресения еще жил долгое время и был епископом на Кипре. По преданию Пресвятая Богородица также была на горе Афон и пророчествовала о том, что это место будет особым для Пресвятой Богородицы. Как его еще называют, удел Пресвятой Богородицы, то есть место, где она могла бы проповедовать. Хотя еще раз скажу, что она не относится к числу апостолов. И вот еще какой интересный момент. По преданию уже фактически современников Пресвятой Богородицы, это Дионисий Ариапагит и Игнатий Богоносец, которые жили в первом веке после Рождества Христова, они уже писали о Пресвятой Богородице. Вот хотелось бы немного вам рассказать о том, какой Пресвятая Богородица была в обычной жизни, в общении, и как она выглядела. Мы можем увидеть воспоминания фактически современников Богородицы. Она была девой не только телом, но и душой, смиренно сердцем, осмотрительно в словах, благоразумно, немного речива, любительница чтения, трудолюбива, целомудренна в речи. Правилом ее было никого не оскорблять, всем благожелать, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здравомысленной, любить добродетели. Когда она выражением лица обидела родителей, когда она была в несогласии с родными, когда погордилась перед человеком скромным, посмеялась над слабым и уклонилась от неимущего. У нее не было ничего сурового в очах, ничего неосмотрительного в словах и ничего неприличного в действиях. Тело движения скромное, поступь тихое, голос ровный, так что телесный вид ее был выражением души и олицетворением чистоты. И все свои дни она обратила в пост, сну предавалась только по требованию нужды, но и когда тело покоилось, духом она бодрствовала, пребывая в молитве. По преданию у еще одного церковного историка Никифора Калиста мы находим описание внешнего вида Пресвятой Богородицы. Была она роста среднего или, как иные говорят, несколько больше среднего. Волосы золотовидные, Голоса быстрые, со зрачками, как бы цвета маслины, брови дугообразные, умеренно черные, нос продолговатый, уста цветущие, исполненные сладких речей, лицо не круглое и не острое, но несколько продолговатые, кисти рук и пальцы длинные. Она в беседе с другими сохраняла благоприличие, не смеялась, не возмущалась, особенно же не гневалась, совершенно безыскусственная, простая, она немало о себе не думала, далеко от изнеженности, отличалась полным смирением относительно одежд, которая носила, довольствовалась их естественным цветом, что и теперь доказывает ее священный головной покров. Коротко сказать, во всех ее действиях обнаруживалась особая благодать. В других источниках исторических мы встречаем такие же воспоминания у Пресвятой Богородицы, как о женщине очень благочестивой, очень скромной в поведении, но тем не менее ее очень почитали апостолы, и многие люди хотели ее увидеть, поскольку знали, конечно же, о Христе и хотели увидеть его мать. Еще такой интересный момент, о Богородице очень мало говорится в Священном Писании, совершенно немного, в нескольких местах только Евангелия и Деяниях апостолов мы слышим о Богородице, поэтому многие вещи о жизни Пресвятой Богородицы до нас дошли через священное предание. То есть многие из этих историй о жизни Богородицы передавались из уст в уста. Может быть, они не были записаны как Священное Писание, как Евангелие, но тем не менее они передавались из уст в уста. Также вот мы находим упоминание о том, что очень часто Богородица молилась у святого гроба Господня, и враги Спасителя не раз пытались запретить ей молиться, ставили даже охрану у гроба Господня, но как-то получалось, что ее никто не замечал, и она продолжала молиться у гроба Господня. И вот однажды у Голгофа перед ней предстал Архангел Гавриил и возвестил о ее скором переселении в жизнь небесную. Вспомним также, что Архангел Гавриил являлся к Богородице, когда сказал ей о том, что у нее родится Спаситель мира. И еще раз, как мы видим, он явился к ней уже перед окончанием земной жизни. Когда Архангел явился к Богородицу, то дал ей пальмовую ветвь, и она возвратилась в Вифлеем с этой пальмовой ветвью и девушками, которые ей прислуживали. И она пригласила учеников, и Иосифа из Аримафеи, и учеников, хотела увидеться с ними перед окончанием своей земной жизни. И вот молилась, чтобы они все собрались. И тогда Дух Святой восхитил многих из апостолов, и они собрались вместе для молитвы. Они, конечно, удивились тому, что произошло. Апостолы, конечно же, радовались тому, что они все собрались в одно время и встретились с Богородицей, но они не понимали, что происходит. Вот апостол Иоанн Богослов уже понимал, что для Богородицы пришло время уйти в жизнь вечную. И вот, разумеется, все молились, Богородица с апостолами молились и понимали, что они молятся, уже ожидая окончания земной жизни Богородицы. И вот по преданию в какой-то момент было ангельское пение и, кроме того, явился сам Господь Иисус Христос и Богородица, увидев своего сына, стала молиться Господу и восхвалять его, стала восклицать «Величив душа моя Господа» и «Возрадовался дух мой о Бозе спаси моем, якобы предринно смирение рабы свое». То есть, она говорила о том, как душа ее радуется о Господе и как она смиренна перед исполнением воли Божьей. Вообще, очень часто в жизни Богородицы мы видим ее невероятное смирение перед волей Божьей, когда она отреклась совершенно от своих каких-то интересов, от своей жизни и жила только исполнением промысла Божьего, того, для чего она была рождена и для чего она пришла в этот мир. Вот, как мы читаем в предании Богородица ушла из земной жизни очень легко, как в приятном сне и раздавалась при этом ангельское пение. Затем мы читаем, когда совершались похороны при Святой Богородице, то множество людей сопровождало траурную процессию, множество христиан, множество апостолов, также раздавалась ангельское пение, и что интересно, конечно же, языческие власти были против тому, что происходит, пытались как-то помешать, но у них ничего не получилось. Двенадцать апостолов, ближайших учеников Христа, на своих плечах несли одр, на котором находилось тело преснодевы, апостол Иоанн шел впереди с пальмой ветвью, которую дал архангел Гавриил Пресвятой Богородице. Вот они прошли через весь Иерусалим от Сиона к Гефсиманию, и при этом, опять же, как в предании описывается, было так, что стражники хотели помешать этой траурной процессии, но не смогли, потому что облако окутало их, и все слышали, что где-то есть пение, но не могли понять, где, и ничего не смогли сделать с этим. И вот апостола после погребения Пресвятой Богородицы, как мы знаем, во времена Спасителя погребали людей в пещерах, три дня не отходили от места погребения Пресвятой Богородицы, молились, и что очень важно, апостол Фома не успел к моменту погребения Пресвятой Богородицы, придя на третий день, он очень переживал, плакал о том, что не успел попрощаться с Богородицей, и тогда апостолы, видя его такое сильное расстройство, решили открыть гроб для того, чтобы он мог попрощаться с Богородицей, но когда они открыли гроб, то увидели, что есть погребальные пелены, но самой Богородицы нету, то есть в предании говорится о том, что тело Богородицы было вознесено на небо. И также в предании говорится о том, что апостолы на третий день вместе собрались для того, чтобы помолиться, для того, чтобы устроить поминальную трапезу, и явилась Богородица и сказала «Радуйтесь, я с вами во все дни». Это так обрадовало апостолов, что они подняли часть хлеба, которую ставили на трапезу в память Спасителя и воскликнули Пресвятая Богородица Помогай нам. Вот сейчас этим было положено начало чину возношения по ноге. Обычно одну просфору на литургии оставляют в монастырях и потом несут на трапезу. С этой просфорой идут все на трапезу и читается особая молитва. Так, хорошо, заблокировал вот в перископе несколько каких-то странных людей. Ну, вот я их заблокировал, теперь можно спокойно продолжать. И вот пояс Богоматери и святые одежды затем люди стали воспринимать как огромную святыню, их разделили и они находятся в разных частях света. Также в предании мы много раз встречаем упоминания об этом. И вот почему праздник успения при святой Богородице? Потому что Богородица как можно сказать заснула для того, чтобы перейти в жизнь вечную. И для нас это пример того, что жизнь человеческая не заканчивается после земной смерти, а душа каждого из нас жива. Каждый из нас в земной жизни готовит себя к переходу в вечность. Вот это самое главное. Поэтому праздник успения Богородицы с одной стороны для учеников был очень грустный, потому что они расставались с Богородицей в этой жизни. Но с другой стороны это была радость, потому что она закончила свой земной путь, сделала все, что ей было необходимо здесь на земле и ушла уже в жизнь вечную.